Вот мы поспали, ночь прошла, петухи запели, пошли по городу посмотреть, что как, где почем, может что интересное увидели, может где раздолбанное стоит, может коняшка старая, но он сейчас не вылил на улицу, а что ему, платим живем, колеб, не, ну в смысле у него можно приночевать, бесплатно, да какой бесплатный, да что, сумасшедший штат, за что, кстати у тебя может есть больные, кони, лошади, люди, всем помогают, лечу, профессионал, нет у нас доктор Линк всем помогает, если вдруг что в городе случается, можешь похоронить кого-то, оказывается, я могу полетить, а он потом похоронить, шалатан это, красава найдете, вот его похороните, колеб, колеб, да помню, каков наглед, а, пришел, я избавил вас от крыс, давай мне награду, а крыс это вот они, еще главное, еще главное, на моего брата там, а где-то хаечек или сыночка руководится, да, ну да, есть конечно, не хотите поймать крыс, на сына, да, нет, на крыс, конечно он же вискаря с ним набубенился, заговаривается, чувак, сейчас он еще и на нас вот это собак спустит, колеб, колеб нам нужен, да, колеб, колеб, ночь прошла, настало утро, да, ночь прошла, настало утро, утречка, у меня нет денег, подолго, подолго, боже мой, придется за кого-то платить, 94, ладно, я за тебя заплачу, 93, с тебя уже 7 долларов, эй, я тебя маффином угощал, ладно, снова 2 доллара, Нормально 7 долларов, я тебе вовлю А2 Кира, он там накручивает нормально 7 долларов Убийцами до пояса, я чувствую Роман Ну я так раскопал 20 баксов Так, утречко Проснулись А у нас есть письмо, поехали к этому Позавтракай совсем-совсем скромно Потому что много предложить не может Хлебушек такой А у меня паёк на неделю Вот вы поели свой паёк, потому что он там особо предложить не может Реально как-то не очень с едой вообще По паёк, 6 С тобой поделиться? Да ладно Хорошо, паёк на 5 дней с тебя Это социофом, да? Я их не дал им имя Нет Про социофом Ты социофом? Про доктора вы не хотите пишут Ладно, хорошо Про доктора? Нет Про доктор, доктор Подходный рацион 3 баксов Что можно узнать, что-то о докторе Ты видел, какой я доктор Я профессиональная этика по поводу докторов Итак, вы приехали Да, поехали к доктору Вы приезжаете К феликсу или к доктору? К доктору У нас справка есть Вы с утра Вы к вечеру вернётесь Час езды до фермы Поехали Вот Вы приходите Ну и подъезжаете Со своими вот этими вот ослами Кто-то подходит Кто-то подъезжает к ферме Ну, выглядит это всё действительно как ферма Это ферма? Да, это вот ферма Большое двухэтажное здание Вот, вы видите перед собой Большое двухэтажное здание В общем Территория фермы частично обнесена Добротным деревянным забором А частично символично изгородью То ли через которую любой может перебраться То ли дерева не хватило То ли забор пока ещё не успели построить Непонятно Вот Ворота распахнуты Настеж За воротами можно разглядеть Массивное деревянное двухэтажное здание Фермерский дом Приспособленный под госпиталь А также несколько хозяйственных постройок Вот Смотри, вот тут уже, блин Подожди, тут уже не иштам Тут уже Ну да, надо стереть Не важно Госпиталь Линкс Какое это село? Ну, теперь это место известно как госпиталь доктора Линкс Колеб Колеб Вот Ка-ле-б, Ка-ле-б, Ка-ле-б Перед домом Ну хотя мячик пусть скинет Ты там рисуешь? Рисуй Перед домом Разбит аптекарский сад С впечатляющей механической системой орошения Я это должен нарисовать? Рисуй, да Ну, короче, такая большая теплица Вот представили себе Большая-большая теплица В ней куча непонятных трав каких-то растет Теплица И там прям вот трубы Там вода Там все Ну, вы в этом во всем не разбираетесь Для вас это выглядит такое вот там Вообще там дикое Там какая-то установка паровая Которая стоит Вот эта пердит Вот, вот она, да Вот, вот Она там все качает воду В общем, такая механическая штука Для орошения всего этого Туда пройти можно внутрь? Да, ворот открытый Заходи, пожалуйста Он хочет узнать, что за растения там растут Узнаю Знахарство, прокидь, пожалуйста Мы спешились, я подозреваю Я представляю, приехали люди Один пошел в теплицы ковыряться Не, ну он же никого Ну, подошел таки Там вообще, ну вот На крыльце сидит чувак Накинув Закинув ноги на ноги Короче, соломочка у него такая во рту И он сидит, короче, на вас смотрит На крыльце Я одел свой любимый белый талан Надел Пять Часть из этих трав ты встречал уже в своих владениях Ты знаешь, что, в общем, короче Большинство трав, которые ты узнал Это, они для врачевания То есть, ну это действительно аптекарский сад Здесь выращиваются травы, которые для лечения различных болезней То есть, ты как знахарь очень много тут узнаешь И такое вот Сэр, действительно, ну, медицинский травм Я надел белый халат, подождите А Давай это берете Давай Я иду Внял в халате Вот тебе бумажку, бумажку-то возьми На всякий случай Бумажку взял, да Бумажка это на всякий случай, нам не нужда Да Вот такой парниша Нормально Чтобы вы примерно представляли Нормально Нормально Я подхожу Здравствуйте Доброе утро Такой парниша Да Ну-ну Он говорит Хэй, не видел вас раньше Вы к доктору? Или так? Да, к доктору Подлечиться Ну, ты даже по мне К доктору Опытного поделиться А мы лечиться А Шаман в это время травы собирать начал Травы собирать начал в теплице В теплице Прям уже сразу Хорошо, это травы собирать Где обращать внимание Это аспиранты Он сейчас Он на основном Теплице чуть в стороне Вот Он Достал очочки Такие одел Надел Протер Пофигу Надел Надел Вам для чего Доктор Доктор, проходите внутри Тут дверь распахивается Выбегает Доктор Доктор Это Такая девушка В костюме Вот Смотрели Всякие Стимбанковские фильмы Вот такая вот особа Ничего себе Доктор Вот такая вот особа Выбегает оттуда Махает Машет руками Шаману О, прекрати Что ты делаешь Они еще не созрели Хватит Останавливают тебя Это Это не твои травы Успокойся Так не трожь нашего вазелина Не трожь вазелина Вы доктор Здравствуйте коллега Доктор 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 Шульф Очень приятно А вы в какой области Общая медицина, практика и психология Психоанализ Специалист по психоанализу Специалист по Очень приятно Очень приятно Очень приятно Ну это темные Но это мерч О, у меня тоже темные очки? Да, у меня темные очки Увидев доктора Вот этот чувак Который там сидит Он Прекращает Прохлаждаться Да, да Я Я Типа мол Все нормально Много 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 Они Действительно Он Останеть Останьте Этого Ученика Пошел За Пусть успокоится. Не надо ему. Дайте ему бубен. Извините, у меня просто перебеждая Болевица У вас все висы в трансляторах оставались А у меня все на колесах Приходится от больных возить с собой Пойдем. У меня все хорошо будет. Говорит у вас есть очень интересный случай. Я многое наслышал. Какой именно? Вообще, что у вас очень интересный случай Бывает вот в этом месте. Конечно. А можете по них рассказать побольше? Вчера привезли одного. Пошел, главное говорит корову доить. Первый раз в жизни. В итоге привозят его ко мне Вот такие две дырки. Вот такие. Нормальный вообще человек. В груди еле вытащил. Лежит там сейчас без сознания. Где мотор? Дуркнул. Нееет. Я немножко других методов. Ладно. Подбегает. К врачи. Калеб. Где врачиха? Врачихи нет. Короче. Калеб. Наш товарищ хочет сказать, что он ищет парнишку по имени Калеб. Калеб. К вам должен был поступить совсем недавно. Да. Был такой. Для чего? Для чего? Для чего? Калеб. Наш друг пишет книгу. Ну он сейчас под наблюдением. Ну. Вы с какой целью. А слушай интересный. Что с тобой? Ну так. Доктор Шут. А вы с какой целью? Наш друг пишет книгу. Да. Я писатель. У меня есть это. Письмо от него отзывается. Письмо. Что? Я ему передал. Доктор Шут. Пожалуйста. Принвозируй. Нет. У него. У него письмо. Шаману уже отдайте. Толку больше будет. А зачем мне письмо? Я победитель скачал. Нам надо Калеба видеть. Калеб. Прошу. Меняй. Так вы его отца? Да. Хорошо. Хорошо. Стой. 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 Да ладно. Он сам антравы насыграл. А для чего он вам? Ну. Он мне под наблюдением долин. Ну. Понимаете. Доктор. Я проездом тут. Ну. Подозреваем. И ко мне обратился. Говорит. Что он натворил? Говорят. У вас. Ну. Независимое мнение. Его отец попросил независимое мнение о его недуге. И нанят для этого меня. Я же вчера с ним общалась. Я рассказал ему все уже. Вчера. Вчера. Я тоже приехал. Он сказал. Пойди проверь. А какова ваша точка зрения по этому вопросу? Да. Давайте пройдем. Пока они пообщаются. А мы пойдем и поизучим документы. поиски. Катерин. Такой. Мой босс. Говорит. Ну, на самом деле. ничего такого особенного в нем не увидел, но отец рассказывает что он там якобы с крысами разговаривает, но мне он рассказывал то же самое. Ну вы же ведете запись? Всех его разговоров. Уазия уйдить калеб. Вы хотите поговорить? Уазия уйдить калеб. Да. Видеть хочет. Он сейчас в палате, ну пойдемте, но только как бы я тоже буду присутствовать, потому что мало ли что и как. Без проблем. Хорошо. А я бы еще изучил документы. О всех его, что он рассказывает, откуда он это добрался, это же так интересно. Хорошо, сегодня вечером я вам все покажу. В общем, она ведет вас по двухэтажному дому, который некоторые, некоторое время вас назад был фермерским домом. Сейчас комнаты довольно были обширные, их разграничили и оборудовали под палатку. А у вас буйные хранятся, содержатся отдельно от пассивных? Ну так он не буйный. А отдельно? У нас есть отдельно? Нет, у нас буйных нет. Буйных нет? Нет. Ну это вам очень повезло, очень повезло. Хороший район, не от буйных. Вот, я бы с ними поговорил с буйными. Ну что? Товарищ Конон Дойль, перестаньте вот это вот. В общем, вы подходите к его палате и открываете двери, все прокиньте внимание. Так, внимание, у меня перелив, значит восьмой. А, до восьмой это какой? Три, семь. Три, у меня дай, 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 шесть. Семь, пять. Семь. Семь, семь, пять. Семь. А, ты замечаешь... Я тоже всем. Несешь тебе одного. При входе в палату, во-первых, ты замечаешь, как что-то метнулось под кровать. Вот, вот такой вот, тень какая-то, под кровать его. Вот, и вы видите больного. Больной, довольно молодой, тощий парень, с репанными черными и с проседью волосами. Одеты в больничную пижаму, которая ему великовата. Он мечется в панике. Все его лицо исцарапано, а пальцы окровавлены. Можно подумать, что он исцарапал себе лицо ногтями. И он, видя вас, очень обрадовался и говорит, вы видели, видели этого демона? Он напал на меня и пытался содрать мое лицо. Он появился из теней и ушел в тени. Вот, доктор довольно задачен этим, и у него такое пока непонимание на лице. Извините, а можно я смотрю ваш лицо? Шаман сразу пробует исцелить. Давайте я вас попробую полечить. Шаман пробует исцелить. Так, медицина сейчас поможет. Давайте медициной поможем. Человеку поможем медициной. Шаман одновременно с этим сам начинает. Не медицина, а нормальное лечение. Не будем прикладывать у него динопит. Пройди, пожалуйста, проверку лечения. Ваша уринотерапия, последнее время, не очень. Пять. Шаман одновременно с этим тоже? Пять? Шаманит. Кидай что-нибудь. Равно от ногтей и синие ногти. Просто царапа на лицо. Ни хая. Шаман пробует провести исцелить. Шаман пробует исцелить его. Шаман, ты нормальный, это царапины всего лишь. Он подходит просто, он хочет его исцелить. Хорошо. Душевность. Он хочет его исцелить, лечение болезней, ядов. Вот это вот все. Ты сейчас будешь танцевать. Он просто да. Он хочет его исцелить и поговорить с ним, пообщаться. Тебя свяжут сейчас, Шаман, ты же понимаешь. И положат рядом. У вас из револьня. Ваш друг опять, ну проходи. Доктор Винкс вообще в шоке вообще. Не обращай внимание. Не обращайте внимание. Второй танцует. Да, смотрел рану. Говорит, а на этом не обращайте внимание. Я смотрю, что там прошмыгнуло. Занимаюсь исследованиями нетрадиционных способов влечения традиционно. Да, у меня. Вот. Ну, в общем, ты осматриваешь раны. Пойду посмотрю. Ну, тебе как доктору явно видно, что это следы... Ну, если бы он сам в себе расцарапал. Не человека. Не человека, короче. То есть такое ощущение, как будто его кошка поцарапал. Он сказал мне, что там прошугнуло под кровать или что я хочу. А у вас есть? Да, хорошо. Ну, он сказал. Я смотрю где слой. Ничего нет под кровать. Вообще никак. Показалось. А у вас нету здесь случайно домашних животных? Кошки там, собаки? Крыс? Нет, ну, крыс сейчас, по-моему, где только нету, но... Ну, кошки? А вы не пропустили кошек, чтобы не было крыс? Нет, не люблю. Танцует. Не обращайте на него внимания. Что он делает? Это нетрадиционность. Он касанием хочет исцелить. Я исследую нетрадиционные способы лечения коренных населения Америки. И я его взял как эксперимент. А сейчас он что делает? Экспериментирует. Сейчас он проверку делает. Это не повредит психике пациента. Вряд. Но это не точно. Его предки так лечили, и он лечит. Проходи уже проверку. Д8. Д10, это 10, 4. Уже не первый раз, да? 4, это 10. А ты не мог скачать на 4, у тебя здесь всего 3. Мог, мог. Мог, мог. Просто надо было заплатить больше. Не 2 очка. 5. 5. Ну, хоть 5. 5. Ну, могу докинуть. Докинуть. Это очень важно. Это очень важно. Нормально. Все, ты пошел. Нормально. Прошел. Да, его раны затягиваются. Доктор Халюб даже не успел обветнуться за бинтами и так дальше, чтобы самой помочь пациенту. Оказывается, это работает. Эврика. Эврика. Смотрите. Я слышал. Конечно. Традиционные способы лечения иных народов Америки дают свои плоды. Чтоб настолько. Я полагаю. А душевно его вылечили или нет? Психику. Лечение болезни у меня здесь вообще-то. В общем, у него затянулись раны. Он сидит на этой, на кровати вот такой вот. И подхожу, подходит Шаман к нему и пытается говорить с ним. И Калеб. Калеб. Вазия. Ладно. Я подхожу, говорю. Успокойся. И по пути колдует на него. Понимание того, что говорит этот Вазия. Это же касание. Это касание. Да. Это касание. Можно? Как он может понять? Полиглот. Что ты хочешь от него? Я хочу Калебу полиглота, чтобы он понимал, что говорит этот Вазия. Дебил и для него. Ну, может. Да. Вообще касание. Три. Нет. Не понимаю. Ты понимаешь? Дебил Ашкалеб. Извините, по-моему, Калеб. Ну, неважно. Можете высекали. Я... Хорошо. Я же могу с ним говорить. Все равно. Как могу. Ну, как можешь, да. Вышекали. Расскажи. Мы приехали от вашего отца. Нет. Просто я ему говорю, расскажи. Все расскажи. Отца. Пусть рассказывает. Рассказал все. Как есть. Ну, в общем, да. Он вам рассказывает, вы что хотите знать про его отца. Правильно? Про крысь я хочу знать. Про крысь. А откуда он этого набрался? И про отца тоже. Как он прибил крысолово? И так далее. Ну, очень так интересно. Ну, по пути я отвлекаюсь, когда эти разговоры соходят лишние. Расскажи. Очень сильно беспокоитесь. Мой отец сказал мне... Мой отец сказал мне сгоряча, что я бесполезен. И меня это задело. Я хозяйство веду и много всякого делаю. И мне не в тягость. Но есть еще кое-что. Крысы не лезут в наш амбак. В наш город. На соседние фермы. Потому что я попросил их не делать это. Они получают немножечко зерна от меня. Это угодно крысиному королю. Но это совсем мелочь в сравнении с тем, что они могли бы съесть. Позвав всех своих родичей и подружек. И вот мой отец увидел недавно, как я крыс кормлю. Он стал кричать на меня. Я же попытался ему объяснить. Он не услышал. Мои подружки в амбар залезли раз так. А отец крысолову позвал. И я переубедить не успел. Крысолов кого-то отловил. Кого-то разогнал. А когда он ушел, я уже сам позвал подружек. Пусть они из-за погибших от руки крысолова отъедятся. Но они были не очень осторожны. Брат заметил. А вечером крысолов пришел за награды. А брат его прогнал. Мол, не всех крыслов он отловил и не заслужил награды. А крысолов так выразительно на меня посмотрел и ушел. Вот он рассказал про вот эту всю ситуацию. А это как ты узнал, что у детей там возвести? Дети. Крики. Паника. Детей. Когда мой брат не заплатил крысолову, я сначала ни о чем не подумал. А потом меня настигло ужасное осознание того, что могут пострадать дети. Я помчался на ярмарку со всех ног. А там он уже играет на своей гармошке. И детишки вокруг него. Очарованные пляшут. Я закричал. Люди быстро-быстро подорвались. Но он ушел. Что-то мне кажется... Так так и было в сказке в той старой. Крысолову не заплатили за его работу, а потом он сказал, что я возьму другую плату. Можешь разговаривать? Вань, я тебе помогу. Если ты все расскажешь... Да, да, да. Вот этот крысолов нам и нужен. Не, Калиб не виноват. Ну откуда ты узнал, как крысами разговаривать? Как они с тобой разговаривают? В детстве? С детства я знал это. Ну я не знаю откуда. Я не читал. Не читал. А мама может быть расготовлена? Может быть все проблемы от матери? Нет, нет. Может револьверу и воду? Господи, это конечно поможет молчать. Я не думаю. Калиб. Калиб? Калиб это или не Калиб? Детей убил, так думаешь? Не Калиб. Что? Вот мы с Шаманом согласны. Что это не Калиб. Тот крысолов нам надо подлец. Калиб показать крыс в Азия. Калиб говорить крыс в Азия. В Азия смотреть. Но позже доктор не любит. Доктор, отпустить. А пойдемте поговорить. Короче Шаман достает нож, угрожает врачихе, чтобы она отпустила Калиб. Шаман, успокойтесь. Он у нас немного пололунный. Сейчас тебя рядом с пололуном. Эти бои успокоят. Реально. Шаман угрожает. Вот стоит вот с ножом просто к доктору вот так. Отпусти Калиба. Я хватаю руку Шамана и пытаюсь забрать нож. Я не держу его здесь. Больной. Не бойся. Нет, не Калиб больной. Все, забираем Калиба, сваливаем. Пусть он показывает, как говорит с крысами. Возди, я успокойся. Тебя сейчас рядом положат уже, в котором у нас говорили. У нас, у нас в Европе. У меня страхотка прострывающая на меня не положат. Тебя нельзя ложиться в больницу. Тебя не скажет, что он заезжает и успокаивает буйных. У вас нет случайно? Я знаю кому может пригодиться. Это слишком долго. Сейчас я попишу ее. Слишком долго. Пожалуйста, забирайте. Все, забираем пацана, он идет и показывает нам, как говорить с крысами. Да на нас розыск объявят, ты что делаешь? А зачем он нам? Покажет, как с крысами говорит. Зачем? Посмотрим. Ты что это на Нашинском разговариваешь? Да потому что вы не понимаете вообще, человеческий. Ты тупый. Ох уж эти краснокожие, я вечно не буду. Давай пока доведешь. Пока он разговаривал, на нормальном было проще. Да вот именно, потому что вы творили что хотели, а по делу ничего. А может не надо? Я ее сейчас попишу. Давай забрать нож. Это бесполезно. Вы хотите, чтобы он показал, как разговаривать с крысами? Он хочет. Я хочу. Да, я хочу, чтобы он отвел нас к крысам и поговорил с ними. Пожалуйста, только последите за ним. Мало ли что с ним случится. Вози оследить. Вози оследить. Не знаю. Вози. Иди в подвал. Там, наверное, есть крысы. Он с тобой поговорит. Крыс. Красивый король. И Калиба возьми с собой. Красивый король. Вы не обращайте на него внимания. Калибр пошли. Я просто слежу за Калибром и возили. Чувствую, у меня много пациентов сегодня. И плавится. Все твои. Все. Кроме меня. Я нормально. Кстати, у вас есть что-нибудь покушать? Блин, если я воробушек социофобушек, какого хрена я с ним вообще вузиться буду? А что ты поперся с ним? Да вот не знаю. Как-то надо отыгрывать чуть получше. А, кстати, да. Я могу пойти и записать за ней. Это же такой хрорев науки. Ну пойдемте все вместе. Все вместе, я и говорю, пошли уже. Мне никто не поверит, если я даже это увижу. Доктор вообще не хочет вас одних с ним оставлять. Все, пойдем, пойдем. Она волнуется за пациента, в общем. Идем, идем. Надо подыграть. Вот. Вы, в общем, выходите во двор. В общем, выходите во двор. И Калиб просит всех отойти подальше, иначе его подружки не придут к ним. Так. Они боятся вас. Есть дитя природы. Калиб пошел. Ну, наверное, только ему можно... Отойдите, пожалуйста, подальше. Пискаты, пискаты. Пискаты, пискаты. Шаман с ним пошел, да? Как здесь мы много. Нет? Да. Шаман с ним. Сама остается с ним. Остальные ушли. Так, поодаль держится. Нет, прям рядом. Доктор... Как здесь Доктор. Вот. Там есть Доктор. Вот. Он с лопатой какую-то может берет. Звучит сейчас. Перекоцают. А мы с Калибом убежим. На крысах. Вот. Доктор тоже стоит рядом с вами. Но очень внимательно наблюдает за Калибом. Потому что она боится, что этот дурачок убиться еще может. Не бойся. Вот. Все под контролем. может убиться но за калибр не беспокойтесь какой-то момент калибр падает на четвереньки и начинает сновать положив по лужайке перед госпиталом периодически останавливаясь присаживаясь на траву и потираем с руками как это часто делать крыса бегает по лужайке короче после доктора очень внимательно он бегает вот такой сумасшедший но через некоторое время к нему из травы на лужайку выходит крыса такая тощая 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 крыса вот и из которой он начинает вести еле-еле слышный разговор вот если пройдешь проверку на внимание внимание выживание выслеживание внимание скорее всего да или смекал на смекалку кинь на смекалку кинь на смекалку и тогда ты услышишь что-то 5-5 вот а что же поведала ему крыса я вам говорил вот так друзья да на этом мы остановим сегодняшнюю сессию да я надеюсь вам было интересно если так то да не забывайте поддерживать все эти видео лайками вот в любом случае это мы новички в настольном ролике мы реально все новички и ну пробуем да пробуем стараемся для вас стараемся мне не нравится как я отыгрываю ну старайся лучше в следующей серии я тоже обещаю будучи да да все друзья всем спасибо я осталась таким всем пока а